Доброго времени суток, уважаемые подслушатели! С вами я, Долодный, из города Поребриков, и сегодня здесь в моей виртуальной студии, а точнее по ту сторону экрана, вместо мной, в этом смысле, коллега, ветеран боев за кубернетист, так сказать, Олег Вознесенский, он же сеньор девопс-инженер. Олег, здравствуй! Привет! Олег, если я правильно понимаю, ты сейчас живешь в России, а работаешь, ну, как-то в это наше коронавирусное время принято на зарубеж. Да, есть такое дело. Это был долгий путь, который в итоге привел меня к тому, что я имею. Слушай, а вообще, ну, в моей карьере тоже был пара моментов, когда я работал на некоторой компании, работал немножечко в Польше, немножечко в... это называется Ирландия, наверное, да, и Нью-Йорк. Ну, там тоже, как бы, это очень сложная история через третьи руки. Вот это все раньше было чуть-чуть сложно. Блин, господи, там как-то надо счет завести, как-то деньги в Россию ввести. Блин, налоговая, которая непонятно, как с ними разбираться, потому что они такие, блин, как это у вас доллары вообще непонятно, а где договор, где валютная выручка, вот это все. Вот, сейчас, мне кажется, стало сильно проще с этим совсем. Да, сильно проще. Я не знаю, как было раньше, потому что на заграницу я работаю относительно недолго, да, ну, чуть больше полугода. До этого я работал точно так же удаленно на российские компании по договору. Как-то, штатным сотрудникам, да, сейчас у меня ИП. Деньги падают из-за границы, да, валютный контроль делается простым свайпом в интернет-банк-клиенте, и, да, это очень круто. Ну, сейчас, конечно, наши органы вот в этом смысле, здесь автоматизация, ну, чудовищно развита, потому что, когда раньше там надо было и бумаги, и договоры, и подписи, и что-то куда-то там это доказывать, сейчас, мне кажется, прям вот реально натурально свайп, и все, и у тебя там и деньги очистились, и там очень-очень понятно, опять же, в системах, например, поддержки бизнеса различных, теперь и налоги твои посчитают правильно, ну, точно там курс. Да, электронная бухгалтерия. Ой, вообще, это ж такое. Тут, кстати, налоговая отчетность началась, ну, точнее, как бы заканчивается за предыдущий год, и можно тем, кстати, кто не заплатил налоги за предыдущий год, как раз самое время это сделать, отчитаться и получить заветное извещение из налоговой, что ваш отчет принят. Ну, я заплатил налоги, я сплю спокойно, да, насчет всем счастья из налоговой не в курсе, вот, я все это делаю через банк-клиент моего банка, ну, пока проблем не было, пока полет нормальный. Огонь, огонь. На самом деле, это вот вообще автоматизация, благо, которое мы получили, они же постепенно накапливаются, хотя, как мне кажется, это иногда выглядит рывком, ну, как будто бы мы вот мы с тобой пользуемся чем-то, и такие, типа, смотрим, оба появилась новая какая-то возможность, и она прям сразу раз и нас накрыла. Вот, например, как-то вот так рывком у нас появились карточки, ну, электронные и вообще в целом. Не рывком. Не рывком? Слушай, я стоял у начала, так, у истоков этого процесса, да, в 2005 году я устроился системным администратором в коммерческий банк, в Костромской, да, я из города Костромы, вот, и, как сказать, через мои руки проходили большинство вот этих вот технологий, то есть сперва у нас был банк-клиент, который функционировал на базе Т-мейл, ну. Да-да-да, я понял, да. Может, здесь найдутся фидошники. Когда вам всплакнули. Да-да-да, это базовая технология для вот этой вот оффлайн-сети бывшей. И когда интернет развился, да, нужно было переключаться на интернетовские, на интернет-каналы, да, модерны были ограничены, там, прочее, прочее. Я переделал Т-мейл на Аргус. Это, ну, такой же клиент по тем же протоколам, который мог работать по IP. Потому что на банк-клиент, да, нужны были лицензии, и вот оффлайн, ну, как, Т-мейл и лицензии, они отдельно были, а интернет-лицензии, там, интернет-веб-интерфейс, они отдельно, да, и чтобы не пропадали вот старые клиенты, а старые лицензии, да, я переделал Т-мейл на Аргус, на вот это вот все по IP. Было забавно. Да, развлечение, конечно. Ну, на самом деле, я, если чуть большие отрезки взять, они не, там, не годовые, не двухгодовые, не трехгодовые, а вот такими пятилетками какими-то смотреть, то очень много вещей у нас появляются рывками. Я имею в виду, вот, например, платежи по телефонам. Ну, в смысле, то есть вот сейчас вот никого же не удивляет, что ты просто телефоном расплачиваешься. И многих уже не удивляет, что ты расплачиваешься часами. Ну, то есть, в смысле, как бы, там, Apple Watch'ами или, там, этими, там, Samsung'и, у Samsung'ов тоже, по-моему, есть этот Pay, как он, я забыл. Не важно. До этого карточки, они тоже как-то у нас, несмотря на то, что они долго заводились именно как технология сама по себе, но они как-то вот такой большой волной прошлись и за пару лет практически всех покрыли. Нас, конечно, там, достаточно всех прессовали с точки зрения, чтобы они появились, то... А, и сейчас же вот буквально за пару лет у нас карты МИР тоже появились примерно так же. То есть, их не было, не было, и потом раз, и они везде есть, и платежи по ним принимаются, и отдельные приложения есть, и там всякие отдельные скидки тоже появились. Ну, тоже вся история. Почему? Потому что накопилась критическая масса, да? Да, да, да. Которые, да, привели вот к такому взрывному росту. Все поняли внезапно, что, хм, карточкой можно заплатить в любом магазине, а давай я буду платить карточкой, а не... И исчезли сбои, да? То есть, когда были случаи, приходишь с карточкой, у нас там... Не работает. Не работает, не соединяется. И ты такой, блин, и твоя корзинка с продуктами ушла в зал. Да, было такое неприятное было ощущение. Я просто... Мы тут очень часто в подкасте плачемся по поводу коронавируса, что вот, ну, блин, ну, это же, блин, вот какая-то фигня случилась, и мы два года вот в этой фигне живем. А ведь на самом деле это штука, которая тоже запустила определенную волну. Да, несомненно. Более того, на IT-индустрии она сказалась суперхорошо. Просто вот этот вот переход на удаленку, да, это фактически возможность любому человеку из любого места, да, работать с мировыми, как бы, с большими гигантскими компаниями, да, с мировыми брендами, с очень интересными проектами. Были бы скиллы. Да, наверное, где-то... Даже это заставило всех как-то немножечко так сгруппироваться. Да, мы получили какой-то и негативный опыт, естественно, ну, так как это было форсирование, а не супердобровольная какая-то история, мы увидели суперпозитивные моменты и, конечно же, словили массу неприятных моментов. Люди, наконец, узнали, что, блин, дома работать неудобно, ну, когда ты это делаешь каждый день, и потому что у тебя плохое кресло, и, ну, это особенно те, кто не работал удаленно никогда. И они сразу, блин, а какое кресло удобное? А вот на работе мне вроде нравится. Блин, надо его перевести из офиса. А как это сделать? Ну, так, короче, в общем, вот эти вот все штуки, они как-то, мне кажется, всплыли на поверхность. Ну, насчет эргономики рабочего кресла, да, если тебе рабочее оборудование нравится, да, повторить его у себя дома проблем не составит, особенно айтишники, у которых зарплаты достаточно такие большие, да, и свободными средствами располагается достаточно просто, да, находить их. Тут другой момент – окружение само. Когда ты ходишь в офис, да, тебя это дисциплинирует. Опять же, офис – это общение, да, то есть твоя внутренняя обезьяна, которой нужно стадо, вот, она дома теряется, и домашняя, да, то есть когда ты вот сидишь, делаешь какую-то таску сложную, да, ты погрузился в потоке, вот, жена кричит, Олег, выброси мусор. Олег, отвези ребенка. Вот это вот гораздо страшнее, да, чем… Ну да, очень тяжело ребенку объяснить, что ты сейчас работаешь. Вот, ну ты же дома, ну, то есть, как бы, ты же вот здесь, а я хочу играть, и мы с тобой всегда играем, когда я хочу играть. Ну, правда, мы действительно с тобой всегда играем, когда ты хочешь играть, когда я дома, когда я не работаю, когда я не занят. Да, и в этом случае, да, только отдельная комната, только запираться, наверное, и объяснять родным, что вот так вот нельзя делать. Во втором случае, это правильная организация удаленного рабочего труда, да, вот именно чтобы не поломать коммуникации. Это важно, да, кстати. Да, это очень большая тема. И я работал в компаниях, где это было, ну, как бы, очень плохо построено, и я работал в компании, где это было построено очень хорошо. Ну, мне есть с чем сравнивать. Да, ну, мы здесь, конечно, наших подслушателей отправляем в разные предыдущие подкасты, где мы обсуждали множество тем, связанных и с рабочим пространством, и с временем, и, конечно, плакали по поводу того, как правильно должно быть все организовано. Но, тем не менее, мы должны отметить очень важное. Ну, коронавирус — это возможности, и давайте пользоваться теми возможностями, которые нам были подарены. Ну, в частности, удаленная работа, возможности работать на разные компании, и потому что компании стали более открытые к вот такому формату взаимодействия, ну, раз мы уже пережили эту всю историю. И... Да, да, там запустили цифровизацию массово, и найти специалистов в голод. Сумасшедшие, да, я бы сказал, да. И вот, кстати, по поводу специалистов, мы же не просто так периодически собираемся, и коронавирус, несмотря на то, что он есть и подпортил нам многое, он, тем не менее, позволил нам сохранить наши эти конференции. И некоторые из них возвращаются обратно к нам в онлайн, в оффлайн, в мир, где можно встречаться. А я говорю о конференции ILO, которая скоро-скоро-скоро уже будет, и где можно будет встретить и меня, и Олега, потому что я, скорее всего, буду присутствовать на конференции как ведущий одного из треков, а Олег будет как докладчик, собственно говоря. Хайлот будет в Москве, в оффлайн, и можно будет присутствовать, билеты, по-моему, все еще продаются. И я, так понимаю, это не первое твое выступление. Да, это мое второе выступление на Хайлоте. Первое было на весеннем Хайлоте. Я выступал с докладом про Helm Package Manager с нуля до хорошего уровня, хорошего понимания. В принципе, да, в принципе, мне очень понравилась сама конференция, очень понравилось выступать. Хотя, ну, выступление не прошло без каких-то эксцессов. Я выступал первым в первый день, и организаторы очень сильно затянули церемонию открытия. У меня было очень много материала, там, ну, буквально на 45 минут. Да, регламент 40. И вот за счет того, что, во-первых, затянули открытие, да, а во-вторых, паника такая, я не успеваю все рассказать. Я прочитал это очень быстро. Это не пошло. Ну, как, я подумал. Я обычно слушаю все доклады со всех конференций, ну, полтора на полутора динаме скорости. А тут придется, да. Да. Что будет, если я расскажу на полуторной скорости, чтобы вот мои слушатели не увеличивали скорость. В итоге оказалось, что очень сложно соблюдать паузы между предложениями, там, не глотать окончание, когда быстро говоришь. Ну, да, да, да. Ну, но, тем не менее, я думаю, что доклад... А, кстати, ссылочку мы, наверное, так как доклад же наверняка уже выложен, это же год назад практически было. Мы, наверное, шоу-ноты покладем, потому что про Хельм послушать всегда хорошо. Мы, кстати, теми Хельмами, мне кажется, должны будем вернуться еще и попозже. А сейчас для тех, кто слушает наш подкаст и думает по поводу конференции, конференции Highload Plus Plus Foundation будет 17-18 марта в Москве. Белитики, по-моему, все еще можно купить. И, по-моему, есть возможность и лично присутствовать и онлайн. Я бы рекомендовал, конечно же, увидеться лично. Приходите. Я думаю, что будет очень интересно. Это всегда вот такая, как это, огромная активность. Много людей, много тем, эксперты, блин, экспертные зоны. Обсуждаем программу комитета экспертной зоны. Это тоже будет бомбически. Да, Олег, да. Да, я просто хотел сказать, что вот эта конференция Highload напомнила мне фидопойки на заре. Фидопойки на заре становления комитета интернета, технологий вообще, индустрии. Когда, ну, большое количество IT-специалистов собиралось. И за пивком они обсуждали вот эти вот свои компьютерные дела, наши компьютерные дела. И, ну, что хочу сказать. На Highload, я не знаю, будет ли это на весеннем Highload, на следующем Highload, да, на прошлом, была пивная вечеринка, проплаченная скиллбоксом, по-моему, да, между первым и вторым днем. И вот там вот, это вот как раз атмосфера сисопок, вот этих вот пайнтовок, ну, очень четко я почувствовал, прям всплакнул. Да, ну, это на самом деле похоже, мне кажется, когда в некотором смысле калька как раз такой сисопочки. Да, ну, давай вернемся к твоему докладу. У тебя же будет доклад. Давай чуть-чуть его тизернем, потому что, ну, плохо было бы не тизернуть, раз мы уж тему Highload подняли. Мой доклад будет посвящен теме GitOps. В последнее время это, ну, достаточно хайповая тема. А GitOps-инструменты, они где-то в топе интересов, да. И вот сейчас вот на одном из своих проектов в моей компании я столкнулся с ребятами, которые имплементировали GitOps, и они сделали это, ну, на мой взгляд, очень плохо. Да, они, ну, построили просто очередную стену между разработкой и Ops, да, разработкой DevOps. И я решил это проработать. Ну, как бы ребята были неправы или GitOps плохой. И вот из всего того, что я увидел, да, меня GitOps не устраивает. Я считаю это антипаттерном, и я хочу про это рассказать. Слушай, а вот это именно антипаттерн, ну, по твоему мнению, или это все-таки просто неудачная реализация была у ребят? Ну, в смысле, как бы мы видим большое количество, ну, различного, из различных источников информации о том, что вот здесь внедрялось, вот здесь внедрялось, тут пробуют, тут начинают. Это просто какой-то временный хайп и помутнение? Или все-таки за этим что-то есть? Просто может быть неудачная вот действительно реализация была у вас? Ну, у ребят... Я сперва думал, что это неудачная реализация, да, и я стал копать тему GitOps на основе моего предыдущего опыта, да, то есть те задачи, которые я решал, те задачи, которые я решал хорошо, вот мне нравились, получались красивые решения, как бы я решил их на GitOps. И получалось, что, ну, везде что-то меня не устраивало, какие-то фишки-фичи. Слушай, ну, в любом случае, давай так, сейчас, так как это, так сказать, небольшой тизерочек, мы не будем этому уделять внимания, потому что тем, кто прям очень сильно интересуется, приходите, конечно же, на конференцию, задавайте эти вопросы там, прям во время доклада можно тем, кто онлайн подключается, можно будет задать вопросы прям в онлайне, если я правильно помню, в прошлый раз на Highload можно было прям в онлайне тех, кто слушает, задать вопрос на сцену. Это было круто, кстати, то есть там человек, который смотрит где-то там, мог задать на сцену прям вопрос. Выводили на огромный экран, соответственно, из зума человека, и он всю правду матку лепел, так сказать, через интернет. Да, да, более того, за лучший вопрос полагалась книга, и, ну, не буду хвастаться, на Highload я набил пять фрагов, О, красавчик, слушай. Вообще, кстати, вот если мы, давай вернемся немножечко к теме Хельма, к предыдущему твоему докладу. Тебе Хельм нравится вообще как вот технология? Да. А что он, что вот такого вот прям, знаешь, за что его нужно любить? На самом деле Хельм — это, ну, такой специализированный инструмент, который вот умеет делать, конкретно деплой в кубернете, умеет это делать очень хорошо. И в отличие от, ну, каких-то универсальных инструментов, допустим, Ansible, Terraform, да, танка от Grafano, у нас их JSON.net на Хельме, если разумно подходить к созданию чертов, да, можно сделать гораздо проще, гораздо красивее, да, и сложнее запутать вот это вот дело. То есть вот Ansible на раз просто берет человек и делает так, что вот только он может разобраться, ты смотришь на это и думаешь, блин, лучше бы мне это делать. Слушай, на самом деле, вот если мы сейчас опять же немножечко окунемся и чуть-чуть в сторону двинемся, например, от того же связки вот Kubernetes плюс Terraform, когда у тебя действительно развесистая какая-то конфигурация, которую тебе, ну, многократно надо либо повторять, либо тебе нужно ее обновлять, ну, Terraform слегонца такое, знаешь, вот он, ну, как бы это сказать, неинтуитивно понятный, я бы так сказал. То есть там надо прямо так это следить за руками, я бы так сказал. Да, более того, Terraform очень сильно зависит от провайдеров, которые ты туда напихаешь. То есть, ну, для диплоя в Kubernetes тот же. Да, есть несколько провайдеров, которые ты можешь использовать JSON, ты можешь использовать Helm-темплейты, по-моему, Customize даже. И Terraform, он настолько разный, да, настолько сильно его можно перепилить, что он становится не универсальным. Да, вроде бы Terraform, но твой Terraform, как мой Terraform сильнее твоего Terraform. Да. Ну, и мне на самом деле в некотором смысле наличие провайдеров различных и поддержка, она прямо иногда очень нравится. Это возможность работать с этим, с удаленным API от многих сервисов, с одной стороны, очень крутая, потому что ты в одном месте и одним инструментом можешь все сделать, но с другой стороны, ты прям видишь, как вот ты там себе в ногу стреляешь периодически. Это, конечно, это... Да, да, да. Большая тема, мы, наверное, немножечко отойдем от нее еще. Если я правильно понимаю, тебе вот именно в Helm, ну, в некотором смысле, нравится простота и то, что он, ну, понятен, если ты правильно его готовишь. Ну, мой девиз по жизни, да, елки, это один из больших принципов программирования, да, keep it simple, stupid, да, делай все как можно проще, и все будет проще. Хорошо делай, хорошо получится. И чтобы соблюдать вот этот вот принцип KISS, да, лучше использовать простые мощные инструменты, в которых это все можно сделать лаконично и прозрачно, да. На Helm'е можно делать и лаконично, и прозрачно, и так, чтобы коллег очень сильно не огорчать своими поделиями. Ну, слушай, а вообще в целом вот этот вот принцип простоты, он же на самом деле в разработке очень часто применяется. Ну, то есть нужно начать с чего-то простого, не нужно городить чего-то сложного. Ну, сделайте первую версию. Пусть она работает, пусть она будет на костылях, но простенько, чтобы вот мы вот сейчас попробовали, посмотрели на то, а, работает, окей, да, есть вот проблемное здесь, 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 ну, чтобы понять ограничения систем, и потом уже как-то уже в нужных местах аккуратно дотюнивать уже и понимать, какие ресурсы туда необходимо вкладывать. Здесь я вижу несколько моментов. Первый момент. DevOps-ы — это не всегда программисты. Ну, то есть, да, в DevOps приходят из Ops, да, из сисадминов и из программирования. Вот, и те люди, которые пришли из сисадминов, да, очень часто про программирование имеют, ну, такое, не слишком строгое понимание, да, они вот не проходили через вот эти вот череды ревьюов, изучение библиотек, вот, вот, все такое проще, через оптимизации, да, такие вещи. Соответственно, они могут принести новую технологию, просто потому что, ну, это прикольно. Вот, и вот недавно мне понравилась одна фраза. В настоящее время индустрия дошла до такого уровня развития, что в пору говорить не о стеке технологий компаний, а о ландшафте технологий компаний, да, то есть очень много утилит, которые делают примерно одно и то же, и если не выработать техническую дисциплину, да, можно натащить много всего, а что самое сложное в принесении новой технологии. Ну, вот эта вот метафора, метафора на самом деле по поводу ландшафта, она крутая, потому что действительно очень много вещей, ну, не то чтобы запараллеленные даже, а вот как бы, ну, друг на друга влияют, вот я бы так сказал. Да. Так вот, самое сложное в принесении новой технологии, это от нее избавиться. Что-то на чем-то реализовано, что-то на чем-то реализовано, да, и ты решил использовать что-то другое, вот переписать, переделать на это, ну, с одной стороны лень, с другой стороны сыпотно. Это разрешенное слово на канале. Да, 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 я не вижу в этом никакой проблем. Вообще надо, как это, иногда иметь смелость что-то сделать или переделать. Вот, кстати, если мы вернемся опять к айлоду, то у нас, я работаю в Яндекс.Клауд, и у нас будет стенд на, соответственно, подходите, приходите, кстати, будет экспертная зона, посвященная там контейнерам и сервер лес в целом. И вот там тоже очень много, ребята будут, эксперты, которые разрабатывали все эти сервисы. И там вот очень интересно, любой сервис у нас внутри, он начинается с небольшого такого, назовем это прототипа MVP, такого маленького продукта, который, в принципе, должен доказать такой reason to believe, что он действительно нужен людям будет, что у него будут потребители. И вот будут как раз на экспертной зоне у нас, у Яндекс.Клауд, соответственно, люди, которые написали большинство прототипов, сервисов, которые торчат наружу. Вот этот опыт, которым они обладают, он, мне кажется, вообще бесценен. Вот написать вот эту самую первую версию чего-то, чем люди начнут пользоваться, из чего, вот из этой простой, как написать так просто, чтобы потом в случае чего можно было это поменять так, чтобы это было не больно. Господи, я на них смотрю иногда, они такие вещи пишут, так делают круто, что прям вот это, по-моему, бесценно прям. Не чувствуешь, как это, комплекса самозванца или вот что-то такое, не йога, смотри, типа они... Слушай, они... Не-не-не, тут очень важный момент. Это вот такое хорошее, наоборот, чувство, когда ты находишься с людьми в комнате, которые умнее тебя. И они такие говорят, блин, чувак, сейчас сделаем вот так, и будет вообще огонь. Ты такой, смотришь, и действительно очень простая вещь, она делается, и получается офигенный результат. Ты такой говоришь, блин, я думал, мы вот сейчас вот тут, блин, угородить будем прямо... Не-не-не, давай попробуем вот так, 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 и соберем вот из этого, из этого, и получится. И ты такой смотришь, а оно действительно получается, и ты просто смотришь, как это просто из ничего получается сервис, который не только работает, а делает это высокопроизводительно, быстро. И ты просто вот на вот этом вот... Как это, знаешь, как у мастера учишься? Вот мастер под мастерие. Мне нравится очень вот эта метафора, когда ты работаешь с человеком, и ты смотришь, как он делает какие-то вещи, такой... Так, подожди, ага, ты увидел это один раз, увидел это второй раз, потом сам попробовал, попробовал, и у вас у тебя тоже начинает получаться. Это вот просто такое вот ощущение на пальчиках практически, блин, я обожаю. Да, всегда старался выбирать рабочие места, где есть люди, которые умнее меня, у которых можно учиться, да, и в принципе, ну, везде можно чему-то научиться, но вот в таких компаниях ты учишься просто как на стероидах. Слушай, а вот твой опыт в облаках, он какой? Ну, может быть, там что-то расскажешь коллегам? Ну, на самом деле я работал с разными облаками, да, наверное, мой основной облако это Amazon, AWS, да, в Амазоне у меня были кубернетисы, которые установлены через COPS в основном, и плюс вот эта вот вся облачная обвязка в виде облачных баз данных, а лот-балансеров, такие вещи. Да, это вот мой основной опыт. Я работал с Mail.ru Cloud, Яндекс.Клауд, GCP, Asia. И Asia, наверное, мое второе нелюбимое облако после Mail.ru Cloud. Черт, а почему так досталось к Azure? Там, я не знаю, постоянно какие-то тупые проблемы, прилипают волюмы, да, они могут отмонтироваться. Ты не можешь удалить инстанс из-за этого. Поддержку пишешь, а поддержка там неделю тупит. Ну, это было несколько лет назад, может быть, сейчас у них все в порядке, да, лот-балансеры, не лот-балансеры, вот какие-то вот такие тупые проблемы, которые, ну, просто... Слушай, ты сказал, что сейчас основное твое облако АВС, а тебя вот последние вот аварии не зацепили случайно? Ну, тебя, в смысле, твоих клиентов. Две или три аварии вот были в конце прошлого года? Моих клиентов это не зацепило. И, ну, как сказать, я не осуществляю сейчас оперативную поддержку платформ моих клиентов, у меня немного другая задача. Да, сейчас я занимаюсь cost optimization для клиентов, да, оптимизирую, ну, в том числе приложения, да, инфраструктуру. Этакий FinOps, я бы так сказал. Не совсем FinOps, не совсем FinOps, но да. Мы, кстати, немножечко касались этой темы в одном из подкастов. А вообще, если я правильно понимаю, ты смотришь, как можно поменять одни сервисы на другие, что можно оптимизировать с точки зрения нагрузки или применения каких-то специализированных сервисов, правильно? Сейчас основной бугурт идет в оптимизации, в области оптимизации лимитов реквестов. У клиента Java Application, в которой включена джип-компиляция, которая при старте контейнера достаточно долгое время булькает, вот все это дело пересобирает. В итоге клиент настраивает на гарантии, когда реквесты и лимиты одинаковые. Ну вот эта вот джип-компиляция, если мы лимит и реквест снизим до нормального потребления, которое достаточно приложению для работы, вот эта вот джип-компиляция и подъем новых инстансов, он будет занимать просто минуты дикие. И сейчас, да, бугурт в плане доказать то, что burstable quality of service это не так уж и плохо. Хорошо. Слушай, а... Отпоследования и все такое прочее, да? Извини. Да не-не, все хорошо. Ты знаешь, вот эта вот вообще история, когда ты имеешь опыт работы с разными облаками, она, ну, с одной стороны, это круто понимать, что там физически происходит, но с другой стороны, у тебя же есть набор абстракций, с которыми ты работаешь. Ну вот если вот мы говорим сейчас, мы тут упоминали и хельм, и терраформ, это же вот инструменты, которые помогают... Ну, кубернетис, кстати, тоже, по сути дела, это в некотором смысле абстракция, это от железа, которое в разных облаках немножечко разное. Да, все, в смысле, хель, абстракция, по большому. Ну, да, ну, да, ну, да, ну, да, ну, как бы там разного уровня, конечно, там, вот. А у меня тоже такой вопрос, а вот тебе насколько это помогает? Это же вроде бы, с одной стороны, увеличивает сложность системы, ну, потому что, ну, чем больше абстракций, тем более сложная какая-то система получается, которую ты должен, ну, мейнтейнить в некотором смысле. А с другой стороны, как раз наоборот, у тебя за счет повышения абстракции у тебя простота появляется в конфигурировании и создании вот этой вот базовой системы. Что ты по этому говоришь? Тут нужно различать, как бы, ко-абстракции, да, то есть твои основные рабочие инструменты, на которых ты делаешь всю работу, от обвязки, да, то есть, как сказать, ну, например, возьмем Google Cloud, да, они говорят, что мы делаем достаточно стандартные вещи, мы не поддерживаем вендор-лог, наше решение универсальное, и, в принципе, вот с GCP вы можете слезть в любое open-source решение, да, установив, там, допустим, на Barry Metal, вот. И что тебе нужно от Google Cloud взять Traform, заказать там Managed Kubernetes, взять GitLab CI, да, сделать сборку деплой-приложения на Docker, вот, задеплоить хилмом в этот Kubernetes, накрутить сверху мониторинг, можешь взять мониторинг Prometheus, там, открытый какой-то, можешь взять мониторинг от Google, у Google, ну, как бы, очень хороший, мощный мониторинг, можешь использовать возможности по сборке и деплой, которые предоставляет Google, да, легко, вот, и тут, как бы, наверное, потерял мысль. В общем, у тебя есть набор базовых технологий, да, и в которых ты делаешь основную работу, и набор периферийных технологий. Периферийные технологии можно менять от клауда к клауду, да, вот, ну, твои базовые технологии, они всегда остаются с тобой. Знаешь, вот это, кстати, тоже интересная история, что есть что-то, что всегда остается с тобой, вот, куда бы ты ни пошел, и мне кажется, вот, важнейшая вещь, которая остается с тобой, ну, помимо, конечно, вот, твоих мозгов, это твое тело. Ну, грубо, конечно, немножко, но вот мы сейчас вот... Да, знаешь, извини, хочется прыгнуть немножечко обратно в самое начало нашего подкаста, где мы говорили о коронавирусе, потому что кажется, что наше тело, оно на самом деле дает нам возможность эффективно работать. Но, с одной стороны, когда ты хорошо спишь, когда ты правильно питаешься, когда ты правильно двигаешься, то мозг работает максимально эффективно. И это тот инструмент, который вообще всегда с тобой. В какое бы облако ты ни пошел, в какой бы компании бы ты ни работал. Вот у тебя в этой части, как бы в отличие от многих, высокая экспертиза. Да, у меня долгие интересные отношения с физическими активностями в плане прокачки тела. И если говорить о коронавирусе, да, я трижды привитой. Вот, а если говорить по поводу поддержания тела в порядке, ну, сейчас я занимаюсь бегом. Да, это моя основная активность. Ага, ну, я так понимаю, ты марафонец. Ну, в смысле, как бы вот есть... Я один раз пробежал по марафону. Это, конечно, очень тяжело было, я к нему готовился, но, тем не менее... Ну, то есть, когда пробежал, это громко сказано, скорее прошел. Ну, в смысле, вот тут уже в конце там... Я не супертренированный в этом смысле, поэтому это такая, как бы, непрофильная активность для меня. Но, тем не менее, это такой был очень необычный опыт и, к сожалению, наверное, единственный, потому что больше я из себя выдавить, ну, наверное, в ближайшее время не смогу. Но, тем не менее. Для тебя это нормальная какая-то история. Ты тренируешься, бегаешь, причем бегаешь на большие дистанции. Да, я ультрамарафонец. Самая большая дистанция, которую я преодолел за раз, это 167 километров, ну, по крайней мере, по GPS это было. Это заняло у меня чуть меньше 21 часа движения. И, ну, ультрамарафоны я выбрал, наверное, потому что я старый. То есть молодые бегают быстро. Старые люди, они выносливые, ну, возрастные, да. Кроме того, ультрамарафоны, они преодолеваются в основном за счет морально-волевых усилий. Ну, моральная подготовка для выхода на ультрамарафон, она имеет не меньшее значение, чем физическая подготовка. И вот как раз возрастные люди, да, которые, ну, пережили множество стрессов по жизни, там, профессиональное выгорание, смерть близких, они могут справляться с давлением ультрадистанции гораздо более эффективнее, более эффективно. Слушай, а вот сколько времени ты уделяешь тренировке? Потому что я раньше бегал, ну, там, на более мелкие дистанции, поэтому, ну, это скорее так, по сравнению с твоими, наверняка, вообще, как бы ни о чем. Но минимум три тренировки в неделю должно было быть, и это занимало, в общем, прилично времени. Надо было приехать на стадион, разогреться, ну, то есть такой целый ритуал был определенный, то есть нужно было там, как бы, это съедало достаточно много времени, сил, но это давало, в общем, какой-то определенный ритм жизни, я бы так сказал. Это такие вот были отсечки, которые заставляли тебя двигаться так. А вот как у тебя это устроено? Сейчас я чуточку разленился, да, сейчас я тренируюсь, ну, где-то четыре раза в неделю всего. Когда я готовился на 100-мильник, это вот 167 километров, да, я бегал шесть раз, шесть-семь раз в неделю, ну, шесть дней уделял тренировкам. Вот, некоторые тренировки были очень большие, ну, например, два марафона в субботу-воскресенье, да, то есть вот сериями длинных тренировок ты приучаешь организм к, ну, адаптационные изменения накапливаешь. И для меня тренировка, ну, тут есть несколько моментов. Прежде всего, это возможность уйти с работы, да, то есть я уже семь лет работаю удаленно, и для удаленщика уйти с работы очень тяжело. И когда у тебя событие какое-то беговое, на которое ты нарабатываешь, когда у тебя жесткий план тренировок, ты просто вот бросаешь все, как бы не хотел засидеться, просто берешь и идешь на тренировку. И, ну, ты бегал по стадиону, я бегаю везде. Моя дисциплина – это трейлранинг, то есть бег по грунтовым дорогам, там, пересеченной какой-то местности. И я просто надеваю кроссовки беговое, выхожу из дома и делаю свои вещи. И, как бы, еще один немаловажный момент – это аудиокниги. То есть в детстве, да, в юношестве я очень любил читать чтение. Это было мое все. Лежать на диване с интересной книжкой. Это вот до того, как появились компьютеры. Когда появились компьютеры, проиграв во все основные игрушки, я начинал читать с экрана. Вот это тоже было очень интересно. Семья, дети, и вот ты читать уже практически не можешь. Ты не можешь найти на это свободное время. Но тренировки буквально вернули мне эту возможность. Да, я сейчас слушаю аудиокниги во время пробежек. И вот это вот час, ну, обычная средняя тренировка, там, 10, 11, 12 километров у меня. Это примерно час времени. Вот за этот час побыть наедине с собой, да, спрести с себя негатив, получить чуточку дофаминчиков от бега и прослушать часть очередной аудиокниги. Блин, ты просто ждешь очередную тренировку, чтобы вот это вот все сделать. Слушай, а меня как человека, который иногда все-таки бегает, ну, так, ну, в очень упрощенной форме, потому что мне нельзя ударные нагрузки прям, скорее, это такая развлекательная форма, быстрого шага, наверное, скажем так, волнует вопрос про наушники. Давай мы, может быть, раскроем эту тему, потому что я пользуюсь двумя модельками. Может быть, ты для наших подслушателей откроешь какую-нибудь еще модельку наушников, которая вот ультрамарафонцам подходит. Ну, в целом, как бы для бега самое то. Какие у тебя наушники? Слушай, у меня двое наушников. Одни это, соответственно, AirPods Pro, которые, как не знаю, ну, вот эти вот последнего поколения, которые хорошо, на самом деле, действительно хорошо сидят. Предыдущие как-то вываливались, и это было что-то с чем-то. А вторые — это Bose, которые QC-35-2, ну, или ИИ, как они там называются, да, которые с шумоподавлением, в них очень круто летать в самолете, и очень здорово, если ты ходишь где-то в парке, где ты не хочешь ничего слышать. Ну, то есть, в смысле, вот такое вот, где ты в замкнутом пространстве, где не надо пересекать улицы. Вот это прям очень крутая история, потому что здесь нет вот этого движения головой, вот это вот интенсивно, особенно когда бежишь. И при этом, как бы, ты, ну, даже если небольшой ветер какой-то есть, они закрыты, и помогают тебе не простывать, не получать каких-то отитов. Да, я понял. Слушай, я уже несколько лет использую наушники с костной проводимостью. Сперва, да, то есть это наушники, которые располагаются, ну, фактически у тебя на черепе, они не закрывают уши. И при беге, при езде на велосипеде это очень важно, поскольку ты слышишь улицу, да, слышишь какие-то угрозы. Но, с другой стороны, они транслируют вот звук в уши, да. Звук получается, ну, по крайней мере, для аудиокниг достаточно хороший, вот, даже в шумных местах. И мне очень нравятся наушники конкретно с костной проводимостью. И когда ты бежишь, затычки, они могут чуточку играть, да, звук может вибрировать. Эти нет. Слушай, огонь. Давай сделаем так. Мы, в принципе, достаточно уже договорили на подкаст, и было бы здорово, вот, если ты дашь модельку, я ее приложу в шоу-ноты к этому подкасту, помимо твоего доклада, конечно, и приглашения на конференцию High World. Вот, мне кажется... Да, это наушники Aftershocks, я перепробовал несколько моделек, и я могу дать тебе. Ага, да, все супер, тогда жду, и мы обязательно это все положим в шоу-ноты. Коллеги, заходите в шоу-ноты, смотрите модельку, возможно, она вам подойдет. Вот. А на этом мы будем завершать выпуск этого подкаста, и до скорой встречи, пейте кофе, пишите, Джо. Пока-пока. Пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов Антон Чапаргин, Алексей Геранин, Алексей Гурьянов, Игорь Кополь, Алексей Маликов, Михаил Гайдамака, Ника Гуру, Федор Русак, Василий Галкин, Сергей Винярский, Павел Ситников, Александр Кирюшин, Павел Дробушевич и Сергей Киселев. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые подслушатели, можете стать патронами, приходите на patreon.com. и поддержите выпуск этого и других подкастов.